Сегодня мы с вами поговорим, вчера мы закончили вопросами происхождения, вернее, возникновения Катанского ханства. Очень вскользь говорили по роли Мухаммеда. Вот в научной литературе существует несколько версий образования Катанского ханства. Я уже вчера об этом вскользь говорил, сейчас немножко чуть-чуть поподробнее, с вашего позволения. Значит, после тех событий, которые произошли в 1445 году в Нечнем Суддале, я уже сказал, что часть татарско-оргынской аристокартии уходит на территорию Великого княжества Московского. По источникам мы знаем, что это было примерно 200 крупных фамилий. Какая-то часть татарских атаков уходит на территорию Великой земли, город Городец, современный город Гасимов. Но основная масса, конечно же, татаров вместе с Суддом Мухаммедом управляются в Суддом Среднего Павлача, где в это время было крупное канадское княжество. Нам по источникам известно, что правил некий алибей, который был князем, но не из династии кучей. И согласно источникам, в 1445 году Улуб Мухаммед, а скорее всего его старший сын, его звали Махмутек, он перештурмал Казань, и таким образом возникает новое государственное образование. Что происходит с Улуб Мухаммедом? По некоторым источникам он умирает по дороге в Казань или от болезни, или был убийством старшим сыном Махмутек. Но для нас это не важно, кто и не брал Казань. Для нас важно другое, что с приходом геннадзии кучей, вот это очень важный момент, резко повышает статус Средневековья Казани. До прихода кучей в Казань это был небольшой уделенный городок. С местным князем, с местной администрацией, с населением. И приходит очень мощная составляющая в лице кучей, официального последнего хана Золотой воды, всего мощной военной организации, администрации. И хотя, например, Казанский летописец, это известный безымянный автор 16 века, наверное, знаете, русский по национальности, который в период войны в Казань в Москву попал в Казань. В Казань долгое время более 20 лет проживал в Казань, в 1552 году уехал к Сибири на родину. И оставил очень интересный документ из Казани о Казанске, Казанский летописец. С ними его, повторюсь, неизвестно. Так вот, кстати, в этом документе впервые используется термин «золотая орда» именно в этом документе. И в этом же документе он достаточно подробно описывает эти исторические факты. Причем он пишет, что у мухаммеда, значит, армия была небольшая, приводится к этому 4000. Мы полагаем, что речь идет только об элите. Конечно же, даже если не сложен и хан, то все равно это была очень мучительная сила. Значительная часть осталась в Москве, значительная часть его подданных осталась в Рязанской земле. Конечно же, речь стоит о том, что только об элите Казанского хана. Очевидно, что численности партнерских ката, которые пришли на черепу лица Рейдова получше, были не менее, я думаю, 50-60, может, даже 70 тысяч. Приявление новой зенатии резко повышает статус средневековый Казань. И Казань выходит на политическую арену. Именно с этого времени Казань активно включается в геополитику. Именно с этого времени начинаются очень непростые отношения с Москвой. И именно в это время Казань заявляет себе как о многом государстве, которым управляет в Читове, то есть в Атубе Чинска. В свое время известный гандарский историк Сафар Галиф писал, что Казанское ханство, это по большому счету, был золотой рога в миниатюре. Он был не на это, а истинный. Вот стер, а вся государственная структура, принцип государственного управления, который был золотой рога, был спорицирован, конечно же, на Казанское ханство. Теперь о самой, собственно, Казани. Мы в 2005 году отметили юбилей тысячелетии Казани, много писали, об этом до сих пор много пишут. Я вам, как экскурсоводам, хотел дать информацию о другом памятнике, который имеет непосредственное отношение к Казани средневековой. Это так называемая Старая Казань, Истик-Казань. Истик-Казань – это термин, который появился в русской историографии, именно в форме Истик-Казань. То есть произошло в татарской условии «Истик», то есть Старая. В первую очередь, где находится этот памятник? Памятник находится на территории современного Сахарского района. Он состоит из двух, по-большому счету, памятников. Это городище, городище, то есть центр города, политический центр, Кремль города. И, по-своему, это русское, русское, урманское селище, то есть это был экономический центр города, где проживало основное массовое население. Впервые об этом памятнике писали еще профессорам московского университета, начиная с 18 века. Причем сообщение Георгии, мы знаем, что по его сообщению на территории Камайского городища, то есть Кремля города, были какие-то остатки административных зданий. Но, к сожалению, уже следующие исследователи, которые посещали этот данный памятник, а в этом больше не упоминают. На сегодняшний день Камайское городище, русское урманское селище является одним из крупнейших археологических памятников на территории нашей республики. И мы его позиционируем как именно Старый Казань. Старый Казань, памятник достаточно уникальный, уникальный в том плане, что он охватывает два больших периода. Это Звотаркутский период и период Городского ханства. Других памятников, я так полагаю, на территории Каштана практически нет. Город возник на территории русского урманское селище, это в конце XII-XIII века. В качестве болгарского поселения, причем вот очень важно отметить следующий, очень важный факт, что вот граница в Урманское Булгарии до XII века она проходила по правой бережной камне. В правой бережной камне практически населенных пунктов не было, а регионы практически не осваивали. И начиная уже со второй половины XII века, помните, я вообще говорил, что отношения между северо-восточной Руси и в Урской Болгарии очень успокоились, да? Завтра, где регион в Урской Болгарии переносится, ставляется население, начинает мобилировать, вот как раз в этот же период начинает осваиваться и талина бассейна реки Кардан. И очевидно, в этот период, не очевидно точно, появляется целое поселение оборудовского типа, в том числе и известное русско-руманское селище. В период Золотой Орды город расширяется по археологическим исследованиям, где-то примерно на улице 13-го, в том числе Московой Бегов, недалеко от Толстого Марского Селища, то есть от собственно самого крупного поселения, возникает уже не административный центр, то есть это требует. Расходки там проводил в свое время, первые расходки проводил в камине, затем, если по сезону там пропал Свердлов, и начиная с 1972 года, мы там проводили сплошные археологические исследования вплоть до 1989 года. Что дало археологический материал? Археологический материал очень богатый. В то же время я должен отметить, что материал, который мы находили на территории Роскоруманского Селища, он, конечно же, сильно отличается от того материала, который мы находили на территории Томаевского города, то есть политического центра города. В чем это были отличия? Отличие заключается в том, что на Роскоруманском Селище преимущественно находились предметы ремесленного производства, то есть там проживала основная масса населения, это были ремесленники, крестьяне, торговцы и так далее. А вот материалы, которые находились на территории Роскоруманского города, показывают, четко показывают, что здесь находился политический центр города. Более того, на территории Роскоруманского городища мы обнажили в центре Четанки монеты, причем монеты давались имени Булгара Джоди, то есть Новая Булга, да? Там также были монеты, которые читали в садиме Златаревский хан. Я при этом должен отметить, что количество монет, найденных на территории Роскоруманского городища намного превышало количества монет, которые археологи находят на территории других крупных массиверных пунктов, это уже период. Это говорит о том, что это был крупный золотой Чеканки монет. Также в период расход мы находили заготовки для Чеканки монет и находили огромное количество предметов, которые принадлежали, скажем так, высокую группу, каково происхождение средневековой, вот этой старой Казани. В свое время Карл Фук собрал огромное количество легенд, которые его не сдал, они достаточно широко известны, но, естественно, одна из самых популярных легенд, это легенда о независимых царях. Слушаю, нет? Согласно этой линейке, в двух словах, когда Номерлан брал город Булгар, вот вчера мы с вами говорили о в том, что Номерлан в Казахтанышем, да, нам, наверное, неизвестно, чтобы Номерлан нашел до среднего полу, если он не доходил. Но, согласно легенду, Номерлан прошел до города Булгара и, согласно же этой легенде, он очень долго не мог его взять. Наконец, последняя защитник и города, глава правительства города Булгара, в колледже Черной палате, он его поджег. Согласно этой же легенде, поэтому она сказала Черная и для его измелья, значит, дочь правителя города Булгара оказалась на бутыре этого здания, превратилась в легенде, и в последствии вложила там город. Вот такая легенда, изгоранная царя. А вокруг, так сказать, в Старой Казани очень много фаргарских населенных пунктов, которые здесь, по-наме, еще офисованы днем XVI века, но офисово не находился. После председения завоевания Тарнацкого ханства, была проведена и ездить на Средизе. И вот эти все населенные исходы, они нам известны. Они с тех временем существуют, со времен Тарнацкого ханства. И мы в период проведения сплошных археологических исследований в нем собирали также технологические материалы в этих населенных пунктах. И записали очень интересную литвину, которую даже я был классифицирован не как предыду, а как историческое полисование в одном из этих населенных пунктов. Если быть точнее, деревья Ашан, которая находится на реку, в Старой Казани. Один из моих служителей, это было давно, в начале 80-х, он тогда уже был приклонен. Почише, помедленнее, пожалуйста. Помедленнее? Я просто боюсь, мы все время сидим. Мы учимся, мы оставим. А, вы записываете. Ладно, хорошо. Итак, согласно этой литве, я еще раз повторюсь, это уже даже не литерная историческая полисовая никакая передавалась очевидность поколения в поколение. Но международно, на самом деле, брал город Булгар. И, согласно этому полисованию, конечно же, дочь правительства не превратилась в литве, и она насильно была ввезена в город Самаркад. Средний раз. Согласно этому, по этой версии, у правителя города Булгара два был сын. Еще кроме того, одного из них, который был Алтынбек, другого Олимбек, которые смогли вырваться из Булгара, ушли на север и построили город Казан. Причем, по этой же легенде, один из сыновей, когда черпал воду золотым казаном из Казанки, нечаянно уронил. Казан был потерян, но потом речка получила название Казанцу, то есть река Казанка, а потом город получил такое название. Причем, в любой легенде есть всегда какая-то историческая подобрека. В свое время в Гуннов один из символов государственной власти это был Казан. Это был Казан. Причем он порядка использовался для хозяйственных нужд. Независимо от обладателя, статуса, вернее, обладателя данного Казана, он мог быть золотым, он мог быть серебряным, он мог быть бронзовым, мельным и так далее. Совершенно недавно, лет 15 мая назад, недалеко от старой Казани, были обнаружены такие вот карты ученики. Они были использованы именно к унскому времени и принадлежали очевидно какому-то из узких правительств. Я тем самым хочу сказать, что наследие Гуннов, оно тоже очень широкое, оно тоже очень богатое, и наследие Гуннов осталось в качестве собственного наследия в культуре очень удивительного современной России, в том числе и в культуре татарского народа. И очевидно, что этот золотой Казан, это на самом деле возможно был один из символов государственной власти, который собой увез Олимпек и который положил начало возникновению города, а если бы точнее названию этого Казана. Что происходит дальше? Согласне, это нужно провисованию. Кстати, вот этот человек, там даже название, это название Граща-Беке, это в периоде из Курского означает книги, какие-то, да? В дальнейшем, согласно, это нужно провисованию, в Самарканде после смерти Томирвана, она приезжает к себе на родину, то есть приезжает в Украину. Но там же города как-то голубы не существовало, это было такое сократное место, где проживали по большому счету, деятели культа, и ей просто будто бы объяснили, что вот твои братья, отец твой погиб, твои братья выехали куда-то на север, основали город, и население ушло туда. Она выезжает на территорию Басейна Казан, и находит этот город, и выходит там замуж за политического деятеля. И на его тоже сохранилось, звали его Малахаджи, но вот, кстати, в средневековом татарском языке слово Малахаджи не совсем носило то значение, которое происходит сегодня. Это был просто начинанный человек, умный человек, в Арасмаджи, в таком условии, это чисто пюрское слово, если быть точнее, это невековое татарское слово. Причем оно потом трансформировалось, и возможно, что после завоевания Казани, когда в Казани, в общем-то, вся элита погибла, да, единственными людьми, которые несли знания, это были сельские священники, то есть умные. В моем представлении, они даже какое-то время играли кровь, я думаю, даже просветители. Потому что здесь поколение в поколение передавалось, и постепенно вот эти священники, как сами начитанные, самые умные стали называться дружным умными. Но вот этот Малахаджи, он, конечно же, не освященник. Это был известный политический делитель, это был могильный делитель. Вот это, конечно, объектив, уходит за него замуж. В период каких-то военных столкновений Малахаджи умирает. Я на знак скорби уходит с территории Средневекового Казани и основывает свое поселение. На нашем мире оно сохранилось, поздно, звоним, пришел. Произвешенник. Ее могила сохранилась, она очень учитаема. Там же есть могила и вот этого Малахаджи. Но в советское время, особенно в 60-е годы, у нас была очередная волна борьбы с Органией. Я, конечно же, в этом времени еще не буду, но мне это рассказывали старики, что раньше Крымчин был достаточно большой, очень большой, почитаемый. Но в советское время памятники эпидемиографические, к сожалению, нарушены люди. К счастью, три памятника местного населения ночью вышли на подвозах. Один из них находится на территории современного Крымля, другой находится в госмузей, третий находится в музее Испеканского историка государственного заправления. Многие из вас, наверное, там были? Да? Я просто причем об этом подробно рассказываю. Этот памятник, он достаточно уникальный, в виде с тысячелетиями Казани, немножко он, как бы, роль его упала. Ну, время размет свое. Теперь мне часто задают вопрос. Кстати, сотрудники музея мне говорят, Галерия, как так получается? Сколько лет старой Казани? Я говорю, временно, где-то 750, наверное. Густо-700, это максимум. А как это так получается? Старой Казани лучше, чем Новый Казань? Такие вопросы возмугают. И, конечно же, в связи с тысячелетиями роль старой Казани тоже как бы ухудшена. Вот для меня, лично для меня, вообще проблемы не существуют. Историческая действительность была следующая. Вот авторические расходы на территории Казанского Кремля показали, что в X веке какое-то поселение, очевидно, все-таки было. Оно было, оно функционировало. Но крупный средневековый город с названием Казань возникло не здесь. Этот город возник в Соленом-Воскопорском районе примерно где-то в XIII веке. И не случайно на рубежах XIII-XIV веков в Террино-Русские редкости уже этот город знают. Они его часто упоминают. И очевидно, что сын Булут-Мухаммеда Мухаммутяй возможно брал и эту Старую Казань. Возможно. Еще раз повторюсь. Что происходит дальше? После распада Золотой Орды данный город, который находился в среднем течении реки Казань, для него не совсем удобный. Вот по татарским земледелям всегда была проблема воды. Мы когда проводим археологическое исследование, для нас это только очень большая проблема. То есть достаточно высокая гора, примерно высотой 80 метров, она достаточно крутая, Казань находится в низине. Проблема с водой существует. Вот для средневекового города, я думаю, что была очень большая проблема этого первого. Во-вторых, вот и самое главное. Самое главное заключается в том, что после распада Золотой Орды, когда город уже расширился, численность населения его резко увеличилась, этот город за место не отвечал его экономическим, торговым, политическим потребностям. И постепенно, постепенно город переносит самому месту на современный Казань. То есть на современное место современной Казани. К этому времени, очевидно, здесь уже находилось крупное военное поселение, археологическое исследование показывает, что именно военное поселение. Скорее всего, в период казанского днярства здесь находился крупный военный корпус, который обеспечивал охрану границ этого днярства именно в этом регионе. И согласно женатайским легендам, дочь правителя Старой Казани, ну, тогда еще не было термин Старой Казани, просто Казани, ходила на пасеку. Пасека находилась на современном Калибридском угре. Будто бы ей очень понравилось это место, и она уговорила своего отца туда перенести город. Дальнейшая судьба Старой Казани, она достаточно известна, тоже прослуживается и по древнерусским летописам в том числе. Город переносится на современный Калибридский угод. Это происходит примерно где-то в 14 веке, в начале 14 века. А на месте Старой Казани остается крупное военное поселение. Очевидно, именно с таким названием. Об этом пишут древнерусские летописи. Вот в последний раз списки Казани упоминяется в древнерусских летописях в связи с событиями, очень строгными событиями, непростых взаимоотношений между Великим княжеством Московским и Казанским ханством, когда в 33 годы, 13-го, 16-го, извиняюсь века, на территории списки Казани был казнен Казанский хан Шавали, который был сравнен в Москве. Подпоследние разы только показали, что первые истории Старой Казани изобилы русскими вещами, причем преимущественно только православными крестиками. Больше ничего не было. А все равно мы сделали этот выбор, что, скорее всего, в 1355-1952 году, когда уже началась подношкорная большая военная века в Москве и Казани, русских пленников наверное все-таки вывезли из Казани и вывезли их, скорее всего, в Старой Казани. Почему мы сделали такой вывод? Говоры вначале как положили, что, возможно, Старой Казани была какая-то торговая фактория, узкая, да? Но если была такая фактория, там были предметные материальные культуры. То есть керамика, ремесленные какие-то изделия, а кроме православных христиков ничего нет. Это означает, что все-таки это были, скорее всего, и дворные. Вот сообщение Матлея Курского. Кто такой Матлея Курский, знаете? Московский воедор, да? Казани, который, собственно, организовал Старой Казани. У него остались очень интересные описания о средневековой Казани. Он, в том числе, описываясь о средневековой Казани, дает очень скорость упоминания тоже для Старой Казани. Он пишет, что к северу от Казани, между Казани и Ярском, вели крупные, то есть очень крупные военные крепости. В том числе, упоминайте, Старой Казани. В дальнейшем под руководством Зарбатова-Шуйского эти крепости, очевидно, были тоже взяты штурмом и по всей видимости они подземлили. В настоящее время в автарбусе на территории Старой Казани проводятся террорические исследования. Там функционирует очень интересный музей. Поэтому, когда вы проводите экскурсии по Казани, у меня большая просьба в плане, что все-таки не забывайте эту Старую Казань, которая очень показала название города, которая показывает и с чем мы связываем ранее политическую, экономическую историю города Казани. Очень не так. Хорошо? Хорошо. По Старой Казани есть вопросы? По Старой Казани вопросы нет. Ну что, теперь у нас заявлена была тема по 19-му начало 20-го века. Давайте по Средневекову я на вашем вопрос отвечу, а потом уже возьму друг друга. Что вам не понятно? Все понятно? Окей. Итак, 19-е века, да? Вот здесь необходимо сказать, что если в полосы в мунику вешел процесс формирования мышечного каковского формирования политической истории, как вы говорите, да? И так, в Средневековье это период формирования большой катарской народности. Компоненты были разные, мы их с вами перечислили, и по нас значительный компонент представлял булковский компонент, еще раз повторюсь, астраханский, хазарский, ну и так далее. Но в целом, тогда что средневековье народности она формировалась в разных городах. Это, пожалуйста, не забудьте. Проблемы национального строительства очень непростые, очень непростые. Но согласно Гердору, нации возникают уже в 20-й период, да? Это 18-й век, прежде всего умер и новейшей истории. Хотите обратиться к истории Европы, до нового времени, если бы точнее до эпохи посвящения, этнического самосознания, этнической самодентификации Европы практически не было. Моя вредность с кольцами уже говорили, оно было чисто религиозным. Основная масса населения себя позиционировала как по религиозному признаку, как христиане, например. Это период, когда в Европе возникает государство. Это период, когда в Европе начинает возникать нации. Это период, когда уже население Европы начинает позиционировать себя, сколько есть религиозный идентичность, а сколько национальный. Он прежде всего француз, он англичанин, он германец и так далее, и так далее. Вот примерно такие же процессы начинаются и на территории нашей страны. Татарское общество до 18 рублей, до Екатерина II проживало в очень непростых условиях. В очень непростых во скажем отношения московского правительства к мусульманам тоже было очень разным. Расскажем о том Касимовских Татаре. То есть к Касимовским Татарам отношение было очень лояльное. Представители Касимовских Татар приглашали на службу к праву при условии перехода к православию. Касимовским Татарам не запрещалось исповерговать мусульманскую религию, строить культовые сооружения и так далее. Более того, я вам скажу, что отношение к католицизму, отношение к Касимовским Татарам было практически намного хуже, чем к мусульманам. А Касимовских вообще находились вне закона. Скажем, так же более-менее лояльно московское правительство относилось к Касимовским Татарам. К Касимовским Татарам отношение было несколько иное. того подтверждения политика насильственного крещения, то есть отношение правительства к католикогическим группам, территориальным, оно было очень разным. Оно нельзя говорить, что, например, по отношению ко всем мусульманам было плохое отношение или хорошее. Повторюсь, оно было очень разное. И в 18 веке Екатерином вторая принимает в первую историю России закон о свободе и вероисповедании. Происходит в 72 веке. И после этого закона начинается период возрождения татарской культуры. До 18 века находилась в очень паническом состоянии. Именно в 18 веке начинается отказание строительства культовых сооружений, знаменитые личности отношения, например, именно в 18 веке начинается процесс формирования татарской государственной нации. Здесь ключевую роль играет татарская подговор промышленная государственная в чем причина. заключается в следующем. Это период активного освоения Татарской и, конечно, Екатерина II нуждалась в образованных татарах, которые могли бы проводить политическую государство в этом обществом регионе. Это период уничтожения, это учителя, это торговцы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, даже Екатерина II разрешает татарским мудром, татарским деятелям культа распространять мусульманство на территории современного Казахстана и Средней Азии, выручен, особенно на территории Казахстана. Постепенно идет процесс становления души на Казахстана нации. Сегодня много возникает вопросов, мне нужно перед началом лекции, кто мы такие, татары, татары. Революция вопрос в общем-то кемоцент достаточно обширна. Вплоть до конца XIX века среди татар больше использовался тот же самый религиозный призыв. Мы прежде всего мусульмане. Этнический призыв неиспространяется. Русские это христиане, а вот мы это не сумма. В конце XIX века, когда завершался процесс формирования татарской бухгалкинации, вопросы самоидентификации, вопросы этнические принимались в татарской прессе, причем очень активно. Вот например по публикации татарской публикации можно проследить, что в конце XIX века четко выделяется три группы. Первая группа мы называем «Исламисты». Но «Исламисты» это не хорошее слово, да? А здесь никакого плохого смысла нет. Исламисты поняли, что они выступали за самоидентификацию татарской нации именно через призму религиозной самоидентификации, то есть мусульмане. В основном это были деятели пульты, конечно же. Вторая большая группа это так называемые татарские татарские которые говорили, что мы единая большая татарская нация. Это и татары, это и башпиры, это и успехи, это и крымские татары, мусульманские в России вот единая большая нация, мы тюркисты. Была небольшая группа воинцевского движения, которые себя позиционировали как бугры. Вот у них была программа интересная, была политическая партия, я ее сравнивал, она ничем не отличалась от программы партии пущевиков. Там единственный пункт, который они добавили, что такой нации, как мусульмане, тюрки татары не существует, есть единая нация, но основная часть татарской интеллигенции в этот период разработала модель конструирования именно татарской нации. Главными представителями это был Кричин Мамаш Жани, это были классики татарской литературы, как было только на Эсхаке и так далее, и так далее, и тому подобное, которые четко говорили, что мусульмане такой нации не было, тюрки такой нации не было, есть нации, которая себя позиционирует как именно конструирование татарской нации мы связываем со второй половиной 19-го века, конец 19-го века, причем дискуссии были очень и очень жесткие. Те газеты, которые представляли те или иные интересы, вот эти группы интеллигенции или клинические деятели, на странице своих массовых изданий поставили свои позиции. последний точку наверное интерес поставил в 1917 году в Казани проходит в этот период Россий был очень сложный период. Вот сегодня много пишут о том, что большиняки сыграли и не как чем новые, я немножко от темы отойдут, скажу, что я так не считаю. понимаете, дело в том, что Россия, когда поступила в Первую мировую войну, как результат Первой мировой войны практически все крупные империи, которые располагались в Центральной Европе, они вышились. Пятые, Афгенбергская империя, Османская империя, в общем-то Российская империя тоже разрушалась, она просто трещала и пошла. Вот яркое там свидетельство это позиция Николая Второго, это глава Африканцев сам отвергся от власти, он просто понял, что Россия находится в дубике, причем он использовал своего брата, брат тоже не принял эту власть, и не обратите понимание, в годы гражданской войны белогранпийское движение ни одного из них не выступало с его зумным восстановлением монархии сами в власти. В каком уровне собрали ваще силы было в России, Россия практически разваливалась. Огромная страна не закончена. С одной стороны, большое количество религий, большое количество наций, это большой плюс для большого количества культуры, это богатство культуры, но большая страна это большое количество проблем. И с моей точки зрения, государственная власть должна увеличить плюсы вот этих культур и минимизировать риски возникновения конфликтов и развала государства. Это очень сложно сделать. В этот период государственная юридическая власть России не смогла это предотвратить. Россия разваливалась, и большевики остались той единственной силой, которая смогла подхватить остатки России, и мужчин или восстановить большим мужчинам. Так вот, о чем я в этой сфере говорю, в этот период активизировались национальные движения. Национальные движения активизировались в Украине. Украина тоже очень смутный регион, но большому сожалению, в своем большом сожалению, после распада СССР, отношения с этой Ивановской Республикой вот на сегодняшний день являются таковыми, какие они есть, да? И отношения к революции, ахунула после революции тоже были очень сложные. Вот я тебе дам показатель, когда с украинцами очень много договаривались о создании СССР, вопрос был очень не украинцев, не простой, а Ленин направил в Украину представителя народного комиссара по единому национальности и того, что он был в Северенович. Интереснее, я еще будучи аспиратом, нашел интересное письмо. С вами пишет. Тяжелой листик разговор с украинцами, наверное, ничего не получится. Ленин пишет обратно, что случилось, что идет не так. Украинцы ставят вопрос о том, чтобы украинский язык был единственным государственным и законным территорием Украины уже составил украинцами. Ну вот, по сути, же это инфляция СССР, настроение тут же теографирует. Если это единственное их требование, соглашайтесь с ним или нет. Я даже готов пойти на то, чтобы три украинских языка признать государством. Главное, чтобы они вошли с отцов нормы государства. То есть, тогда, это пример показывает, что тогда переговорный процесс шел тоже очень тяжело. Большие проблемы были на Кавказе. И вполне естественно, что в этот период сложные политические процессы проходили на территории Среднего Воложья. В 1917 году проходил Северкийский мусульманский съезд. Там, по большому счету, были два ключевых вопроса. Первый вопрос. Это национальная идентификация, кто мы такие, по большому счету, да, конструированные драться нации. И второй вопрос. Это определение, что делать. Это был период на перепуте временное правительство. Идет война, власть и стране. И как раз в моем совещании по протоколу смотрел, одними из первых вопросов о нации. Кто мы? Быстро бы по мне. А я бы сходить в самую протоколу в строительстве Алкин, другие политические деятели. Были предложены разные варианты, которые я вам знала. Этому мусульмане Это тюрки, а в рейсовце вычислить предложения в Булкарах. И когда поставили вопрос на голосование, более 90% делегатов Сьезда проголосовало за конструирование нации в форме Натальи. Вот это последний год с моего исчезаемый период, когда процесс конструирования нации завершился именно на этой форме. То есть основная масса населения, если еще где-то несколько десятилетий назад в офисе, я постановил как мусульмане, то благодаря политической деятельности, высокой культуре, художественной литературе, печатным изданиям, то есть той работе, которую проводили посвятители, политические деятели, уже в начале 20-х годов, 20-го века основная масса населения все-таки себя позиционировала как и так. И этим периодом мы завершаем период формирования и конструирования именно татарской культуры в 12 лет. Теперь о тех процессах, которые происходили на территории Среднего Положья. Вот в этой части вопрос есть, уважаемые коллеги? Возвращаясь к ним. Итак, конец 19-го века. Вели телефоны Александра II, да? Вообще Александр II это, в основном, представление очень выдающейся личности. Вот если его вообще Александр II, это был, конечно, человек, по своим учениям, очень консервативных убеждений. Его величие заключается в том, что как глава государственной власти, как глава государства, он стал выше своих личных симпатий и провел в истории России самые, на мой взгляд, блестящие лифоны. Вот, кстати, Александр I, наоборот, был по-настоящему реформатором. Помните, да, начало 19-го века Александра II, который пытался привести реформы? Однако реформы всегда носили половинчатый характер. Он, по своим убеждениям, был реформатором. Вибрарных взглядах уникальствовал, но понятие государственного переворота, ряд других причин привели к тому, что эти реформы вот такие не пройдут. А вот Александр II, несмотря на свои убеждения, все-таки провел самые блестящие реформы, которые привели Россию на уровень уже все-таки мировой державы. Когда мы говорим, что у нас проходила в 30-е годы промышленной индустриализации, это не совсем так. Первая промышленная индустриализация в России, она прошла в конца, в конце 19-го века, как результат обмена крепостного права. И вот, опять же, к чему я более-менее подробно говорю. Обмена крепостного права привела к модернизации России. Она привела к возникновению мощного общественно-политического русского движения, общественно-политической мысли, взлет России в промышленном производстве. И вполне естественно, что это касалось всех регионов центральной части России. На территории Средневополучья, после этих рекордов, возникает мощное просветительское движение, вот это можно себе отметить, под названием шевелизма. Вы слышали про это? Да, я решили. Знаете, да? Да. А основателем этого движения был тоже выдающийся Кранцкий-Натарский просветитель, это Испанин Гаспанский. Слышали про такого? Слышали. Да, я как недавно пока на ПРУ, я обратил внимание, у крымских Татар, Испанин Гаспанский практически в каждом доме висели в городе. Это не случайно для них, это цвет на цвет. Это человек, который вывел сначала крымское татарское просвещение, а затем целое татарское просвещение на европейские уровни. Все дело началось со школьного образования. Я просто напоминаю, это европейские методы преподавания, это введение целого блока светских дисциплин, и хотя учебные заведения по традиции назывались конфессиональными, то есть, по сути, это были уже светские учебные заведения. Причем, что самое интересное, отношение властей уже было очень адское. В Казани в 1927 году проходило очень интересное совещание об отношении к этим учебным заведениям. Проводили его санкции от штаба. В советское время материалы этого совещания не публиковались по юридическим соображениям, но сейчас они находятся в доступе. И вот интересно, оснакомиться с этими материалами, представители государственной власти по-разному относились к этим светским учебным заведениям. Какая-то категория представителей власти поддерживала, их было немало, то есть, из-за прогрессивного мыслища элита московского общества. Я вообще не говорю о представителях русской интеллигенции, которые симпатизировали вот этому движению. Но, к сожалению, среди государственной элиты были чиновники, которые очень негативно это оценивали. Вот в этом отношении я всегда удивлялся, знаете, чему? Вы читаете материалы государственных чиновников очень высокого уровня в уровне министра народного просвещения России, неожиданно заявляет, что он против того, чтобы в этих учебных заведениях преподавался русский язык. Оказывается, я всегда подчеркиваю, что русский язык – это одна из аскорбов, в числе предметов, которые преподаются на территории вот этих реформированных мест. Я никак не могу понять, как это министр народного просвещения выступает против преподавания русского языка. А затем я нашел интересную переписку. Вот такой, в конце 19 века, овер-прокурор Секейшева Симоновна. Что вы, Секейшева, знаете, да? Вот тот Петр I, когда проводил свои реформы, для того, чтобы подчинить духовную власть себе, он упразднил патриарш в Санкт-Петербурге, да? И учатил духовную правительство. Она получила название «Святейший правительствующий Симонов», который излагал государственные члены, не представитель города. Так вот, вот это некий повинокус. Очень такая, недалеко фигура, что, по крайней мере говоря. Я нашел его переписку. Переписку с государственными деятелями. И там, в общем-то, одноправдно не запомнилось. Тоже, что полемика, вот эти учебные заведения, что это не делалось? Проективно, пускай общественность поддерживает, симпатизирует. Многие государственные чиновники симпатизируют, поддерживают. А вот какая-то исследовательная часть, причем немало, на ней очень-то противница в формировании этих учебных заведений. Это одна из его фраз. Она, в общем-то, многое, что он мне этим выписал. Министерство народного просвещения. Вы поймите, что русский язык преподавать в этих учебных заведениях нет никакой необходимости. С точки зрения нашего государственного писала Кабиноносла, намного выгоднее иметь и народцев, но и народцев, не гражданного, боящегося администрации, не понимающего по-русски, гораздо похоже, если он будет иметь русское образование, совсем плохо, если он будет иметь университетское образование, и совсем будет пина, если он будет иметь темно-разлический уровень образования. То есть вот эти тенденции, они были. Озношение власти к этим учебным заведениям тоже было очень разное, я хочу сказать. Выспойте, чем закончилось вот это совещание в Казани. А в Казани, где оно собиралось, в общем-то, главой правительства, вопрос был серьезный, но и, к моему удивлению, там учился с этим учебным заведением. Умения очень разные, давайте мы пока будем наблюдать за этим учебным заведением, что из этого получится. Вот примерно такое было официальное отношение к этим учебным заведениям. В общем, вот этот движение очень легитима, зародившись в области образования, оно очень-то вывело датарское народное обновление образования. Это на самом деле. Причем, если началось сфере образования, потом затронули сферу культуры, затронули сферу политики и так далее, и так далее, и тому подобное. Если в двух словах, вот плотно, в этих этих объектов было следующее. Полный репрессивный национальный национальный при сохранении базовых ценностей СПА. Вот примерно такой вопрос. Под влиянием ретеративов в татарском обществе возникает обширная художественная литература, возникает светская образовательная система, возникает огромное количество периодических изданий и заканчивается это конструированием татарской возгласной нации. Вот в принципе я в этом как раз в последнее поздравил. Теперь, начало 20 века, 1905 год, первая революция в России, в России возникали системы политических партий. Их было достаточно много. Были королеправые партии, были консервативные партии, королеправые партии, например, союзовского народа, и Чехи была и в Казани, кстати. Были консервативные партии, самые известные партии союзовского в Казани, в Казани, тоже была отказана и виберальные партии, это Казани. Ну и, конечно, возникают партии чисто татаро-мусульманские. Вот здесь я хотел в мою лучшую знать информацию, что это были за партии, какие программные требования они выдвлекали. Вот когда Джаденисом возник, консервативная часть татарского общества, она тоже была неманная, она противилась ему новому. В истории их принято называть академистами. А кто такое название? Джаденисом это от слова термина «усулья-джадим» в переводе с тарасского новый метод, который разрабатывал Исмай-казинский. А «усулья-кадим» это старый метод. Вот эти академистские школы, они на самом деле вели учебный процесс, как будет понять, что сказать, на достижениях целого вековной мусульманской теологии, мусульманской науки. То есть они настолько же стали в жизни, но тем не менее определенная часть населения, конечно же, их поддерживала. Так вот, эти академисты с образованием новой партийной системы образуют свою политическую партию. Она получила название «серахерным скотин» в переводе с аромского означает «истинный путь». И идеологию консервации старых методов преподавания, консервацию старых политических взглядов они как раз проекцировали на эту партию. Причем в Казани в архивах я нашел очень непопытный документ. Начальник департамента полиции писал, что в Казани при его среднем прошло заседание чеки вот этой партии, он ознакомился с программой и сделал характерную запись. Ничего интересного. Тот же самый союз русского народа, только на базу. Вот и все. А вторая партия очень мощная была. Это ayrомка молодой такой датарской революционерной ее флаг дома. А из сахаги это группа датарских эсеров. Они сотрудничали с русскими эсерами, с российскими эсерами. Ну партия эсерами знаете, да? Партия специалистов и эволюционерных. Причем партия социалистов и эволюционерных была очень такая колоритная. Полильевые эсеры, а планции так называемые правые эсеры. Так вот датарские эсеры больше сотрудничали Программа у них была практически та же самая, что УСР, но добавлен такой местный экологит. Это национальная культура, использование языков судопроизводства и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, самая крупная политическая организация. Это была партия, на которой называлась «Петипак и Муслимин» в периоде странского языка перевозил как Союз Мусульман. Хотя по названию она себя позационировал как Союз Мусульман, это была типичная либеральная партия. Руководителя этой партии, кому интересно, можете записать, это крупные общественно-политические деятельности. Один из них это Садрин Мусульман. Садрин Мусульман очень известный фигур, дорогие коллеги. Он в свое время закончил с аргумом, также был за счет диссертации, был очень известным юристом и впоследствии приехал в Казань, активно стал заниматься общественно-политической деятельностью. Но он приехал в Казань, он заехал в Петербург. Это был известный социолог, известный ученый, юрист. И там познакомился с русскими либерами. Он был включен в состав церкви партии «Кадет». И под непосредственно влиянием с Садрин Мусульман в Казань как раз и была организована вот эта партия. Кроме него в партию вошли известные общественные деятели, тоже Висмарин Гаспинский. Это являлся как одним из самых крупных авторитетов среди старшего поколения татарских общественных деятелей. Очень многие другие были общественные деятели. Партия себя позиционировала как Казань. Многие юристы партии входили в состав партии «Кадет». И вплоть до 1917 года эта партия принимала самое активное участие в работе всех съездов партии «Конституционные демократы». В партии были наставлены требования. Кому интересно, вы можете записать. И как от партии «Этифакт» требовала введение конституционной монархии в России. Эти требования были, конечно, извергали партии «Кадет», конституционные монархии в России, наделение всеми политическими правами. Слово, славо, славо, отвечайте, и так далее, и тому подобное. Еще интересно, эта партия принимала самое активное участие в выборах в Государственную дуну. Вот выборы в Государственную дуну, они показывали, насколько эти партии творческие продержившие у населения. Вот, скажем, при выборах в первую Государственную дуну, партии татарских консервантов, вот этих академистов, ни одного голоса не набрали. Группа «Кадетность Кадет» набрала 6 депутатских мест, они сформировали постепенно свою парламентскую фракцию, а вот «Союз мусульман» набрало более 300 человек. После «Украинской парламентской фракции» в первой Государственной думе мусульманская фракция была самой крупной. Вполне естественно, что она по всем вопросам ориентировалась на партию «Кадетов». Интересно возникает ситуация после февральской революции. В 1917 году, когда не собирается первый мусульманский съезд, который принимает вопросы, в том числе о национальном самоопределении, дебаты были очень жесткие. Садрик Мурсуги предлагает форму национально-культурной автономии. Хотя значительная часть татарской интеллигенции понимала вопрос о конфедеративном устройстве России и создании территориально-национальной автономии на территории Среднего Побожья. Садрик Мурсуги при оставивании своей полиции использовал очень мощный аргумент. Он заявил, что татарская нация очень дисперсная, то есть вопросовная. Создание национально-керриториальной автономии приведет к тому, что крупные этнические группы татарской нации в Сибири, в Астрахани, в Крыму, в Касимове останутся вне поля деятельности этой автономии. И поэтому предлагал учредить национально-культурную автономию с очень широкими правами. Какими правами? Это вхождение самостоятельной фракции в учредительные собрания, высшие законодательные органы новой России. Это утверждение собственного министерства образования, собственного министерства финансов и собственного министерства культуры. Но события в России настолько развивались струнительно, что уже в 1918 году в эфир собирается Второй мировой съезд, уже в один из съезд, на котором предлагается новая автономия. Самоопределение – это что в виде штата Идель-Уран. Надо сказать, что в годе Второй мировой войны, в общем-то, вот эта очень интересная идея, ее использовали активно идеологи фашистской Германии. И поэтому и древний штат Идель-Уран в советское время у нас, ну, как бы умалчивался. Более того, он позиционировался как негативная модель развития натоспорта. Хочу вам сказать откровенно, разработчики данной модели, в общем-то, не ставили вопрос о выходе из состава России, этот вопрос не поднимался, вопрос поднимался о том, чтобы в новой России, на условиях конфедерации, на условиях договора, создать новое государственное образование, которое вошло бы в состав новой конфедеративной республики. Вот примерно так стоял вопрос. Судьба этого штата достаточно печальна. Причем, когда модель этого государственного устройства была предложена, Мужерово и советское правительство предложили, чтобы перехватить инициативу в собственную модель конфедерации. Практически самая большая модель была представлена под названием «Татаро-Башпицкий союзный республик». А модель была та же самая. А в принципе, по большому счету, население все равно как называется, да? А модель была та же самая. А в итоге штат-идель-урал, его уголовство было разгромлено. И эта модель развития государства, она очень-то была минимизированно и реквизирована. А в дальнейшем, в Евсии, в свою ночь, очень быстро отказался вот идей Татаро-Башпицкой республики. Была образована Татаро-Башпицкая республика, потом была Башпицкая республика и выходила образована Татаро-Башпицкая. Вот в принципе на этом и заканчивается конструирование татарской нации, как буржуалной нации, и формы и самоопределения тех моделей развития, которые были предложены в начале 20 века. Вот примерно так. Я ослужил Ваши вопросы. Я хочу меня немножко пораньше закончить. Делать то, что у меня в 10-10 лекции студентов. Я через геномендарь уже не буду идти. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. У меня к вам большое вопрос, да? Когда вы будете проводить свои противореческие мероприятия, я имею в виду экскурсии, показания, пожалуйста, не забудьте немножко рассказать о старых городах. Хорошо? Все, что звание города, история города начинается. Она в программе включена, Володя Кирилл. Это хорошо. Это можно сказать все. Здравствуйте. 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 Во отношении к страны, вы знаете, я вам скажу так. Это была очень непростая фигура. Вот мне недавно прислали вопросы, для историков, ценно-то это вопрос. Как вы оцениваете литвилляцию канадского, ханского, астраханского, ханского? Ну, кто тут напишет, да? Для русского государства, наверное, это был плюс расширение территории. А для Латарии – это Латарии, понимаете? Я, в общем, судебном объясняю, что вот так получилось, что наше историческое простое было очень непростое. И наша с вами задача выявлять, наверное, больше то, что было общим, да? Кстати, я просто из них в отеле не сказал, что в составе «Золотой Орды» там, наверное, культурное влияние было очень сильное, причем не сибральный период. Больше не русского влияния, потому что в 14 век этот период расцвета «Золотой Орды» там культурное влияние, особенно военной области, административной области, оно, наверное, уже больше социализма «Золотой Орды». То есть вот эти вещи надо объяснять, надо изучать. И возвращаясь к личности страны, к нему, конечно же, разные представители разных народов, отношения очень разные. Но украине его не любят. Знаете почему? Я объясню почему. «Казахстан и Андреича на Украине». Вот ты, например. Кто такие украинцы? Эти фразы русские. Такой нации нет. Ну а тут фразы там? Я вот так и считаю. Время показалось, что у украинцев есть сознание, понимаете? Оно было и в начале 20 века. Понимаете, есть проблема не в том, как мы это считаем, да? Проблема в том, что они сами считают. Это надо учитывать. Вот, например, татары в свое время считали, что башкир 17 такой нет. Это те же самые татары. Вот в Казани в 1905-1907 году собираются мусульманские съезды. За Киева Египта приглашаются в президиум. За Киева Египта – лидер башкирского национального движения. Его просто не считали за крупного башкирского деятеля. Были статьи, я и читал, что башкир такой национального движения. Если это только одна единая национального движения. А время показалось, что у самосознания, у башкир было. Понимаете? И когда столица говорил, что башкир национального движения, ладно одно дело, сказал, да человек может просто обидоставить и все на это. Там и после учитыва все начиналось. А начиналось в следующем практике. С кишковой все закрывали. Украинские азии просто его убирали, как предмет преподавания. Поэтому отношение к нему в украинской общественности, оно и тогда было негативно. Оно и сейчас негативно. Но в основном, например, по отношению к украинскому народу, тру себя его очень непросто. То есть, с одной стороны, да, изучали, значит, вот эти школы, программы, другую страну, и он поддерживал, по известной мере, он очень сильно поддерживал его поведомосты. Он считал, что преподавать русский язык – это время его по разногласникам сохранилось. Преподавать русский язык мусульманских учебных заведений – это ему следует, это непонятно. Понимаете? Поэтому идеальных людей, я вам скажу, был обстоятельным, что идеальных людей не бывает. Так что идеально плохих, идеально хороших. Ну, на этом завершим, наверное, да? Да-да! Спасибо! Начали проazaald с Dudeberg. Субтитры создавал DimaTorzok